Я уже работал журналистом, когда Хабиб подписался в UFC, и я вот помню, что Хабиб в 12-13 году вызывал BJP на бой Нейта Диаса и Энтони Петиса, причем так, довольно агрессивно. А вот мне интересно, будешь ли ты это делать, планируешь ли ты это делать, то есть чуть-чуть атаковать чемпионов и первых номеров рейтинга в соцсетях? Ну знаешь, я пытался это сделать, я пытался вызвать Рики, Симона, Педро Муниса, но первая пятерка, это понятно, они 100% не согласятся, кто поближе здесь есть. И я как-то увидел, что они отмахиваются, какие-то причины находят, и думаю, просто нужно выигрывать. Если я буду хороший венский к себе сделаю, 5-6 боев выиграю, никуда они не денутся, уже придется принимать бои, а так они максимально будут стараться не принимать пока, что бы я ни делал. А вот мне просто интересно, а ты помнишь те твиты Хабиба, когда он там писал про Диаса, про того же, потом у него был красивый заголовок «По воле Всевышнего разобью Энтони Петису все лицо», ну тебе, наверное, тогда было совсем немного лет, запоминалось ли это тогда? У меня тогда даже телефона не было, у меня, наверное, максимум 63-0 было, и у меня вот Инстаграм даже с 15-го года что ли появился, я это все не помню. А ты помнишь, где и как ты первый бой Хабиба смотрел? Вот он дрался с Шеларусом, начало 12-го года, где ты мог смотреть? Да, конечно, эти бои, конечно, я помню, эти, ну, на все бои, когда Хабиб в Америке дрался, уже где-нибудь собирались, смотрели, находили там ссылку на этот, где будет это проходить, там, как-то что-то, или там канал. Смотрели все бои, я Хабиба смотрел в UFC, и всегда, знаешь, ну, всегда волновались, да, помню, сейчас понимаю своих родных, как они там себя чувствуют. А, извини, ты чувствуешь, что ты с возрастом начинаешь больше, допустим, даже за близких волноваться, потому что, мне кажется, ты его бои смотрел, когда тебе было совсем немного лет, и это больше как игра какая-то воспринималась, то есть просто старший брат берется где-то. Не, не сказал бы я, что она как игра воспринималась, я осознавал, что это очень важные соревнования, события, и волновался очень, так же, как и взрослые волнуются. Меня зовут Вадим Тихомиров, и вместо рекламы я пока могу вам посоветовать только свой телеграм-канал, поэтому подписывайтесь на Тихомиров ММА. Там веселые видео, интересные факты и что-то цепкое из интервью с бойцами. Ссылка будет под этим видео. И мне казалось, что вот твой рост может быть важен для Ислама Махачева в его подготовке к Волкановске, ты не самый высокий в команде. А насколько ты рассматривался как спарринг-партнер, и значит ли ты, что после своего боя ты присоединишься к команде Ислама, чтобы, скажем так, имитировать Волкановский? Нет, конечно, у меня с Исламом разница в килограммах, там, около 10-12 килограммов, и я абсолютно не рассматривался. Это большая разница, чтобы я Исламу конкуренцию заставлял, там другие ребята, Ислам, Лидин, Гайджи, Шара, они будут с ним готовиться, помогать, я даже не рассматривал. А, просто я, чтобы не выглядеть там автором глупого вопроса, мне казалось, что ты по перемещениям, по скорости как раз мог бы быть полезен как спарринг-партнер перед Волкановским. То есть я заблуждался, да, если это не совсем так? Ну, вопрос, который ты задал, это не рассматривалось, я даже не полечу в Австралию, потому что у нас и у команды есть другие старты. Короче, у нас все распределено, каждый знает, чем будет заниматься и куда он полетит. Ислам собрал себе команду, которая полетит туда, с ним в Австралию, все, кто будут нужны, вот как раз ты говоришь, кто будет имитировать Волкановского, его работу. И поэтому, ну, я не рассматриваюсь. У тебя последний поединок дошел до решения, и я посмотрел по статистике, что примерно 50 на 50, когда у тебя финиши и когда решение. А насколько ты сам недоволен собой, если твой противник как бы доживает до конца, условно говоря? Ну, знаешь, не сказать, что я как-то бываю, главное выиграть, что тебе руку подняли, я оттуда вышел, а так, что сделать? Я пытался, я пытался его финишировать, я все свои навыки использовал. В бою, ну, со мной в бою мне тьманец просто защищался, сидел, даже не пытался встать, атаковать или еще что-то. А когда человек вот эту позицию занимает, только защита его тяжело финишировать. Извини, а каким своим боем ты недоволен сильнее всего вот пока? Честно сказать, недостаточно того, что я выиграл. У тебя, как мы уже теперь убедились, это такая тема дня, скорее всего, не будет Хабиба в углу. А знал ли ты, когда уезжал на эту подготовку, что так будет? Нет. Планировалось по-другому, но все нормально, я с Хабибом каждый день на связи звонить, спрашивать и весь, и план боя, и все остальное. Тебя же не было, наверное, в Дагестане на момент вот этого собрания Хабиба. А как и кто тебе сказал, что он решил чуть-чуть отойти от дела и меньше внимания уделять? Я, конечно, не из новостей узнавал. Да, да, не из новостей. Но мы эту тему иногда обсуждали, я у него частенько спрашивал, насколько тебя хватит. На самом деле это очень тяжелейший труд. Я не воспринял это как-то грубо, ну, баджи, с обидами или еще как-то. Я, наоборот, очень рад, потому что это очень много перелетов, это очень много трата времени, энергии. И потом, я не знаю, так он до старости, даже если он столько будет своей эмоции, энергию тратить на все это. Поэтому я очень рад, я очень рад, что он так решил и только поддерживает. Я предполагаю, что будет Хавьер, да, у тебя в углу, а кто еще будет с секундантами? Будет Хавьер, Касон, мой спарринг-партнер, кто со мной прилетел, мне помогал. И будет в углу Али, мой менеджер Али Адель Азиз. Кроме Хабиба, кто, на твой взгляд, лучше всего может объяснять те или иные техники в команде? Потому что есть спортсмены, которые говорят талантливые, у них классно у самих получается, но они не могут тебе объяснить. А вот кого бы ты назвал таким вторым или третьим? Ислам Махачев очень хорош, иногда Ислам тренировки проводит, все объясняет, все показывает. Я считаю, что Ислам. А Ислам как секундант отличается от Хабиба? Мне кажется, он по темпераменту совсем другой, он вроде бы не особо кричит. И, в принципе, они разные. Вот если Ислам тебя секундирует, насколько это отличается от Хабиба? Я не думаю, что они сильно отличаются, потому что они очень компетентны в этом. Знаешь, это очень дорого стоит, когда у тебя в углу человек, который может тебе правильно подсказать. И они оба идеальные угловые. И Ислам, и Хабиб, они очень хорошо могут тебе подсказать. Они разбираются. Они после того, как ты придешь в угол, они тебя еще настроят, подождят. Если ты там раунд проигрываешь, они тебе не скажут, что ты выиграл раунд. Они скажут, что ты проиграл, нужно еще добавить. В этом плане Ислам... И другие ребята с команды, там Гаджи, Мамедов много раз у меня в углу был, Зубайр у меня много раз в углу был. Они тоже очень хорошо подсказывают. У меня два последних вопроса. Брат твой выиграл пояс чемпиона Беллатар. А где он хранится? И вообще, насколько это было... Насколько это тебя замотивировало, когда пояс приехал в вашу семью? Он дома хранится. У нас там есть уголочек, где кубки, другие пояса, все это. Где наши достижения. Угол такой. Дома он прям в российском, да? Да. Продолжение следует...